Знакомо ли вам это название? Фабрика Славия? А ХБК? А ведь так до сих пор называется автобусная остановка на улице Фабричной. Речь о Щелковском хлопчатобумажном комбинате имени Калинина, гиганте текстильной промышленности Подмосковья, который можно в полной мере назвать одним из градообразующих для Щелкова. О масштабах предприятий можно судить хотя бы по численности сотрудников. Здесь работали почти 5000 человек, каждый 20-й житель Щелкова. Причем так было и в 20-е, и в 90-е годы прошлого века. До революции предприятие называлось «Товарищество мануфактур» Людвиг Рабинник. В первые годы советской власти Соболево-Щелковская, предельно-ткацкая, ситца-набивная и карасильная фабрика в Щелкове Московской губернии. Интересный факт. В 1925 году фабрику посетился председатель Центрального исполнительного комитета СССР Михаил Иванович Калинин, всероссийский староста, как его называли. А вот имя его присвоили предприятию только через 50 лет, в 75-м. В конце 30-х годов предприятие получило название «Соболево-Щелковский комбинат». В военном 42-м – «Щелковский хлопчатобумажный комбинат». В те годы, помимо основной продукции, здесь выпускали ассортименты оборонного значения – ткани для гимнастерок, плащ-палаток, марлю и бинты, а еще корпуса для ручных гранат «Ф-1» и мин марки М-82. Работники ХБК строили оборонительные сооружения на подступах к Москве, возводили запасные линии обороны на территории района. 700 человек ушли добровольцами на фронт. А тех, кто не вернулся, нам напоминает этот мемориал около гимназии в Первом Советском переулке. С распадом Советского Союза ХБК был реорганизован сначала в производственный кооператив «Щелковский текстильный комбинат», затем в акционерную промышленно-торговую фирму «Славия», позже в акционерное общество «Славия Текстиль». В 2004 году закончилась история мощного предприятия. Но о его былом величии нам, потомкам, забывать нельзя. ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ Это название означает полный цикл производства хлопчаток бумажной продукции. Придение, ткачество, отделку. На комбинат из Узбекистана привозили хлопок, из волокон которого делали пряжу, а уже из нее ткали так называемое суровье – грубоватую ткань натурального сероватого цвета. Затем она поступала на отделочное производство. Слово специалисту. Единый отделочный комплекс. Сюда уже входило и приемка сырья суровья, и отбельный цех сюда входил, и крошение, печатание, и складское помещение, и цех АТК. Так называемая приемка по качеству тканей и подготовка ее к отправке. Щелковский ХБК имени Калинина выпускал десятки наименований хлопчаток бумажных тканей. Теплые – фланель бумазея, тонкие – бязь, сицы, сатины, марля. Отбеленные бязи ХБК считались лучшими в стране. Один из немногих наш комбинат выпускал полиграфическую марлю для книжной промышленности. Очень популярен был детский ассортимент. Продукция успешно расходилась по всему Советскому Союзу и даже за его пределами. Очень ценилось то, что это был стопроцентный хлопок, а не смесовые ткани. А еще на комбинате выпускали швейные изделия. Советское производство обязано было быть безотходным. Поэтому работал цех «Ширпотреба» – производство товаров широкого употребления. Шили из того, что отбраковывал ОТК – отдел технического контроля. Все использовали вплоть до самых мелких воскутов, так называемой ветоши. Шили белье нижнее пододеяльники, наволочки, распашонки, пеленки. То есть все это делали в цехе «Ширпотреба». Кстати, он был очень эффективный этот цех, всегда работал прибыльно. Производственные корпуса комбината до сих пор впечатляют своими масштабами. В зданиях по первому советскому переулку напротив нынешней гимназии размещалось предельно ткацкое производство. К основному зданию так называемой «новой фабрики» конца XIX века были пристроены сначала перпендикулярный пределок, а позднее пристройка – боковое крыло. Сегодня весь этот комплекс – бизнес-центр «Славия» с множеством организаций и учреждений внутри. На улице фабричной находилось отделочное производство ХБК. До середины 70-х годов оно также размещалось еще в дореволюционных рабенниковских зданиях, пока не построили вот этот новый корпус. Но часть цехов, например, крошения пряжи, осталась в старом здании, поэтому их соединили переходами. Теперь это большая промышленная площадка, которую арендуют разные крупные и мелкие предприятия. Административный корпус на фабричной реконструирован в современный офисный и медицинский центр. Наиболее значительные достижения Щелковского ХБК имени Калинина связаны с именем Николая Александровича Фомичева, поистине легендарного директора предприятия с 1955 по 1975 годы. Его уважали не только на комбинате и в районе, во всей текстильной отрасли Подмосковья. Основу коллектива составляли женщины, и своей задачей Николай Фомичев считал улучшение условий их труда и быта. Под его руководством были полностью переоснащены предельно ткацкое и отделочное производство. В частности, внедрены пневморапирные ткацкие станки, значительно снизившие в цехе уровень шума. Удивительный человек, который всю жизнь свою посвящал только тому, чтобы людям было здесь лучше. Силы и душу вкладывал Николай Фомичев в развитие социальной сферы. При нем построены четыре и реконструированы два детских сада. Построен санаторий-профилакторий, где абсолютно каждый работник мог пройти лечение. Жители казарм старой фабрики переселены в благоустроенные квартиры. А казарма новой фабрики, знаменитый дом 19 в первом советском переулке, перестроена под квартирную систему. Плюс были построены три общежития на улице Пустовской. Пионерлагерь «Солнечная поляна» в деревне Алмазово. Спортивный зал на принадлежащем комбинату стадионе «Текстильщик». Новое здание клуба «Кор» сегодня это Щелковский театр. Мемориал у гимназий тоже создан при Фомичеве и много чего еще сделано при нем. Посмертно Николаю Фомичеву было присвоено звание почетного гражданина Щелковского района. А на стене дома номер 13 по улице Иваново, где он жил, открыта мемориальная доска. Щелковский хлопчат-бумажный комбинат можно смело назвать «городом в городе». Настолько масштабной была принадлежавшая ему социальная и коммунальная инфраструктура. Кроме уже упомянутых объектов, построенных при директоре Фомичеве, стоит отметить, что комбинат содержал замечательный парк на берегу Клязьмы, сегодня увы заброшенный. Мастеров по всем специальностям текстильного профиля готовило собственное профессиональное училище. Имелось пожарное депо. На стадионе «Текстильщик» играла одноименная футбольная команда, а комбинатовская котельная обслуживала не только производство, но и 75 жилых домов, многие из которых комбинат построил своими силами. Сегодня единственным оставшимся работающим подразделением комбината является котельная, которая обслуживает город и входит в структуру муниципального предприятия «Гортепло». Причин того, что в 2004 году славная история комбината закончилась, специалисты называют несколько. Вообще судьба текстиля в России, она была в принципе предрешена, и причины были две. Самое главное то, что не было своей сырьевой базы. Поскольку весь хлопок привозили из социалистических республик, в основном это Узбекистан и частично из Казахстана. А вторая причина то, что в 1998 году практически полностью открыли рынок, без поддержки своего рынка, и наводнились все рынки дешевыми китайскими и турецкими тканями. В эти же годы отпустили цены на энергоресурсы. Теперь ткани Щелковского ХБК стали музейными экспонатами. В Щелковском историко-краеведческом музее хранится уникальная коллекция текстильных рисунков, кроков, созданных мастерами художественной мастерской комбината. Каждый дизайн в обязательном порядке утверждался художественным советом при Министерстве текстильной промышленности и призван был воспитывать вкус у населения в соответствии с тенденциями моды. Произведения художников-текстильщиков многократно отмечались наградами различных выставок. Вплоть до закрытия комбината они оставались лучшими, как и люди, чья судьба связана с ХБК. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok